Если это будущее, которое представляло, это все ужасно. Почему-то эти пидорские прически-то типа оставались. Кошмар. Какое что-то есть там купола себе забить. Рядом чудотворный крест с иконами на спине. Где-то можно? Доброе утро, Найт-Сити! Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой тридцаточке. Спонсор десятки нестихающей уличной войны в Хайвуде. Минус один коп. Так что все готовьтесь. Полиция по этому поводу не сделает ни хрена. А вот Санта-Доминго отрубила свет. Очевидно, нетранеры снова резвятся в электросети. В Уэстбруке травматим отскребает от асфальта жертв очередного кибер-психа. А пассифика... Ну, пассифика и пассифика. С вами, как всегда, был Стэн. Впереди новый день в городе мечты. Здравствуйте, православные и неправославные. Всем привет, с вами Росси. Вы на канале Роли Гейм Онлайн. И сегодня мы с вами начнем играть в Куберпунг, Куберпанк, Кубершманк. В общем, завезли. Его просто завезли в мой любимый магазин, где можно купить по цене интернета. Если игра будет шикарная и все будет хорошо, возможно, когда-нибудь я ее куплю. А может и не куплю. Как бы я еще сам не знаю. Итак. Вдите серьезных испытаний, чтобы издать моего нужно будет мотина, выбрать киберимпланты, боевое устройство. Вдите бой на равных враги и не употребляться отправить в ВИН на тот свет. Но чаще всего только те из них, чьи уровень выше представляют настоящую угрозу. Давайте выберем высокий. Если что, всегда успеем поменять. Итак. Выбор. Выберите прошлое ВИ. Иногда оно будет влиять на события и варианты выбора в диалогах. Так. Корпорат. Мало кому удается идти с корпорацией и сохранить жизнь, не говоря уже о чести и достоинстве. Но вам это известно. Работала корпорация, вы нарушили правила, шантажировали конкурентов и забирали информацию, потому что на этой войне все средства хороши. ДИТЯ УЛИЦ Говорят, чтобы понимать улицу, нужно жить на улице. С детства общаясь с преступниками, фиксерами, куклами и барыгами, вы усвоили главный закон городских джунглей. Слабые подчиняются сильным. Это единственный законный от Сити, которого вы еще не нарушали. И КОЧЕВНИК Жить кочевника опасно. Вы выросли в пустошах, мародерствовали и устраивали набеги на заправке. Дорога многому вас научила. Главная ценность кочевников – честность, промотай свобода. Чужды жители Найд Сити. Там этого не купишь ни за какие деньги. Давайте, товарищ мой, братское сердце Александр, как бы, вот, проходит на плойке четвертой за кочевника. Кстати, ссылочку на его каналы вы найдете в описании к этому видео. И, возможно, выскочить подсказка справа сверху. А мы тогда попробуем проиграть за Дитя Улиц. Итак, выбираем, значит, выбираем гражданина, к которому мы будем играть. И это будет мужчинка. Я не приверженец того, чтобы выбирать, играть женщинами. Значит, ребята, я извиняюсь за графику. Возможно, она будет не такая красивая и футуродистичная, как вы бы хотели. Но для оптимизации в плане записи игрового процесса, мне пришлось немножко пожертвовать графикой. Если бы я был без записи, возможно, я бы видел более красивее картинку. Ну, что моему, то моему. Так, голос. А, это мужской женский. Боже мой. Мужской, конечно. Цвет кожи. Значит, ну, мы будем, ну, не совсем, как бы, черными, но не совсем светлыми, скажем так. Ну, это перебор. Теперь, наверное, как-то так. Господи, какой же он у меня страшный на минимальных настройках или на средних настройках. Это просто кошмин. Тип кожи. Кто больно? Давайте. Ляри, даже не знаю, такой прическа. Если это будущее, которое представляло, это все ужасно. Почему-то эти пидорские прически-таки пооставались. Кошмар. Блядь, ну, вот так вот. Таким можно ходить. Ребята, если я туда в жизни такой ход, ничего не имею против. Как бы у каждого свой выбор. Каждый выбирается, или носить пидор-прическу, или добился в жопу. Как бы, ну, это как бы свое. Но, как-то я не знаю, что это. Выбор здесь вообще не особо. Еще на моей графике-то так ужасно смотрится, как будто я, блядь, шу какую-то. Но, обратите внимание, уже 35 причесок я перелистал. Это, в принципе, уже неплохой результат. Я думаю, что я практически уже прошел игру. А то, в общем, вот просто нужно лысить. Так, глаза. Так, он интересный, малый. Хочу его трущики повернуть, вас посмотреть. Вот я вам хочу в глаза вот именно смотреть. Пусть такой будет. Цвет глаз. Синий. Красный. Ну, вообще-то, это будущее, да, киберпанк. Давайте такое что-нибудь интересное возьмем. Они, вот, не стандартные, типа там. Знаю, что там. Кария, шмария. Да, черепки в глазах. Боже, боже. До чего мы докатились? Полтинь. Это, типа, ошибка, знаете, такой знак ошибки. Или может сдать обычные какие-нибудь. Вот, 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 просто возьмем голубые. Потому что, как-то, слишком какой-то киберпанч. Киберпанч получается так, брови. Вообще, их нет, да. Это, давайте-таки, будет, на цвет бровей. Зеленый. Пять, ну, не розовый. Красный. Вот, и такой, пускай будет. Нос. Вот, такой же, верненько, как и картошка. Лейзи, жей. Пускай, такой, наверное, да. Чуть-чуть неравноватый, ну, ничего, идеальных людей не бывает. Говорит. У вас, знаете, сразу вспомнил фильм, я ненавижу их толстые черные губы. Я ненавижу их толстые черные. Что-то там не помню. Нет, это не значит, вспомнил просто, что вот за губы вспомнил. Какая-то ассоциация, но была неправильная. Вы знаете, я вообще, блин, не фанат вот этой всей дичи. В плане, ну, тут для меня, знаете, просто там, наверное, вот укладывать на готовый вариант, как бы, и пошел играть. Но, я слышал, что здесь настолько, ну, как слышал, читал, потому что все информационное пространство просто было за сорт этим киберпанком. Я не знаю, просто ты просыпаешься, новости о киберпанке, сидишь как бы в туалете, взял телефон, как бы, чтобы немножко расслабиться, подумать о жизни. Все равно, блядь, запись о киберпанке. То есть, киберпанк просто был везде. Поэтому я не могу вот так вот просто взять и пропустить стомизацию персонажа. Сейчас, может, спустимся где-то там, корнишончик наш был настраивать, размер, как бы, такое, там, шоколизация, надо проверить. Сколько слухов было. Ну, блядь, мы просто обязаны. Ну, такие уши, я не знаю. Борода. Борода, в любом случае, должны. Ну, это как викинг, это... странный лорд-байрон. Такое, что-то, в любом случае, нет бороды, но... Вот как нет бороды, вообще, как владение, да, вот как мы мать. Блядь, вот это такая симпатичная. Бородушка-то, да? Как вы думаете. Ну, это как викинг какой-то идет, я хрен его знал. Нет, давайте, наверное, вернем. Что-то типа такого вот оставим. А то вкл-выкл. Стиль бороды. Недоступный. Ну, и не надо, мы знали, красный. Знать, мерзко смотрится. Бози-бози. Тут есть нормальные православные цвета как-нибудь, а вот это вот все. Пусть такие будут. Тибер-импланты. Что тут есть? А, это вот отихление. Я понял. А, не на меня есть. Ну, вот думаю, вот думаю, как он вот такое, такие как бы незаметные такие тибер-импланты, хотя нет, нет. Давайте что-нибудь такое. Блядь, ну, эти схемы, блядь, микроскоп. Кошмар, кошмар. Вот так вот, давайте, пусть такие под глазами синячки небольшие. Шрам. Нет, шрамы должны в любом случае быть, потому что шрамы они украшают их на щенку. Даже если это киберпанк 2077. Вот так, русская будет, татуировки на лице. Ну, такое что-то. А есть там купола себе забить? Рядом чудотворный крест с иконами на спине где-то можно... Наверное, нет, да? А то такая вот, блядь, блядская оборотка. Ну, пускай, вот, хорошо, пирсинг. Ой, ну, такое себе, такое себе. Опять же, возможно, в киберпанке будущего пирсинг это стильно модно, молодежно. Ну, наверное, где пирсинг? Что, я его здесь не вижу, нахую, что ли? А, нет, вот он. Ладно. Короче, пирсинга не будет. Все решено. Зубы. Блядь, ческар. Блядь, ческар. Я извиняюсь, ребят, но, блядь, он как лошадь, нахую, с этими зубами. Хе, да. Пускай обычно я буду макияж лаз. Нет, не подкрашивать ничего мы не будем. Макияж лук тоже не будем. Макияж с полной, оставим изъяны. Нет, нет изъянов. Цвет ногтей, так и оставим. Нотки короткие. Татуировки на теле. О, вот тут сейчас можно посмотреть чудотворный тресц с айпонами. Отлично. Отлично. Так, ну, это явно не то. Явно не то. Давайте далее. Так, это хрень какая-то. Еще далее. Нет. Нет. Ну, в общем, да. Выбор татуировок тут маленький. Очень маленький, значит, я думаю, что там будет, чтобы хочешь там и купола, и... Не забуду, мать родную, и так далее. Ладно, хорошо. Тогда выберем, будем вот такой весь забитый. Гениталий нет. В смысле? Пенис один, попрошу. А, подождите, а какой есть еще? Есть два пениса. Ага, пенис два. Вагина. Вы понимаете, какой поворот событий? То есть мы, в принципе, можем быть как бы потенциально мужчиной, а при этом ходить с вагиной. Ага, значит, ты как понимаешь, шкурочка есть, а вот тут ее нет, да? Хорошо. Интимная стрижка. О, да. Блядь, всегда мечтал встать. Всегда мечтал в игре это выбирать. Ну, как бы, мы будем такой, наш Ви будет парень с глубинки, поэтому у него там интимные стрижки, чтобы у него все будет заросшее просто. Размер. Вот так вот, большой, маленький, по умолчанию. Большой, маленький. По умолчанию, пускай будет среднестатистический. Цвет лобковых волос. Блядь, вот здесь. А вот это палитра? Да, это палитра. Будет розовый. Будет розовый. Все, в принципе, мы готовы. Далее. Все у нас здесь нормально, значит, в татуировках, причем в красивых татуировках. Там, Ева Мария, я вижу, как бы, такой вот мексиканско-латинско-какой-то, короче. Вариантик. Так, сила. Все у нас по три, да? Значит, давайте добавим силу, добавим реакцию. Холоднокровие. Критический урон увеличится на 2%, все виды сопротивления повышаются на 1%, урон при скрытком при движении увеличится на 10%, скорость, которая вас обнаружила при скрытком при движении, понижается на 0,5%. Урон от моноструны увеличится на 3%. Техника. Я вот как в жизни богомол, так и здесь интеллект. Это характеристик влияет на ваши траннерские способности. На каждом новом виде, это ваша база для меня. Мы с объемом памяти кибердеки увеличится на 4%, скриптов увеличивается на 0,5%, время действия скриптов продлевается на 0,1%. Хорошо, возьмем еще одну интеллект, еще, пожалуй, силу. Немножко возьмем технику и немножко возьмем вкладной крови. Итого, мы сделали упор на силу и реакцию. Далее. Сводка. Так начинается ваша история в Най-Сити. Псеведоним, Випедистория. Говорят, чтобы понимать улицу, это я читал. Насчет наших отпечаток пальцев, биологические данные. Окей. Поехали. Бози, Бози, какая долгая загрузка у меня есть? Люди добрые, я вас сердечно прошу, простите, простите меня, что так долго я загружаюсь. Вы видите, чтобы продолжить нажимать. Вот, обезболивающе. Выпить. Прайсомый минус. Начинаем безболище, может, дитя улица. Блять, уебок. Все в порядке, Арман? Какой-то хуило захотел моих денег. Я разобрался. Что, кто-то с района? Назови хоть одного такого борзого у нас на районе. Слушай, нарисовалась проблема. Серьезно. Братуха в натуре неприятности? Что такое, попал в переплет? Помощь нужна. Спасибо. Это уж я отчаялся. Я, ну, задолжал Кирку. Если ты завтра не отдам, он мне ноги переломает. А с ним вообще лучше не ссориться. Его картелью прикрывают. Ты взял взаймы у Кирка? Он же ебаный ростовщик. Каждая крыса в Хейвуде это знает. У меня это. Брат откинуться, надо было его встретить. Сам виноват, знаю. И как ты, блядь, не научишься? Вот это я понимаю. Когда же ты поумнеешь, Пепель? Надеюсь, у брата твоего все в порядке? Ну, пока вроде справляется. Так ты мне поможешь? Ну, конечно. А ты мне потом будешь должен. Запомни. Итак. Впервые в Найт-Сити. Тогда советуем прийти обучение, которое познакомит вас с основными... С основами игрового процесса. Если вам не требуются подсказки, просто отключите их. Вы в любой момент можете зайти в базу данных, чтобы пройти обучение и узнать больше о самых важных понятиях мира HyperPunk. Так, хорошо. А все, разберемся. Поехали. Пролог. Если быть прочный. Найти кирка на втором этаже. Что ты жирный? Пусть суха, заберу бургер, блинч. Так, привет, кирка. Я сделаю. Ви, какие люди? Выкладывай, что тебе надо? Присесть. Ты попросил с тобой поговорить. А он сам что стесняется? Так ты скажи ему, что я не кусаюсь. Пока что. А тебе хули надо? Правильно, блядь. Жри свою булочку. Сколько он тебе должен? Очень много. Точнее сказать не могу. Конфиденциальная инфа. Только не говори мне, что у ростовщиков появились принцы. Ну, блядь, прикинь, чудеса случаются. Перенеси срок, а? Он все вернет. Ему просто нужно больше времени. Я что, по-твоему, благотворительный фонд? Если ты занимаешь, то будь добр отдать с процентами. Он, блядь, знал, на что подписывается. Ну, согласен, наличнее. Да и чем же давать поблажки ебанатам, которые не держат слова, а? Дело не в нем. Просто я об этом тебя прошу. Ну, ты меня знаешь. Я человек деловой. Скажи, что мне с этого будет. Услуга за услугу. Услуга за услугу. Крестный опец, точно, точно. Хорошо. У меня как раз есть одна идея. Что там? Машиночка. Машинка, значит, что это такое. А ты глянь. Давай. Клевая тачка, да? Во всем городе таких всего четыре. Одна у директора Рейферма. Вторая у мэра Райана. Третья стоит в пункте проката. А четвертая? А четвертая скоро будет у моего клиента. Конечно, после того, как ты ее угонишь. А ты после этого спишешь в Док Типиан? С того собой. Я свое слово держу, ты же знаешь. Ну ладно. Угонишь для меня этот... Рейфилд. Спешу Док Пеппера. И тебе тоже что-нибудь подкину по доброте душевной. Мой человек Рик работает на парковке углей. Это клуб, где бывает хозяин Рейфилда. Каждый вечер пятницы он там как штык. Как только ты придешь, Рик выключит камеры, откроет ворота и вперед. Тебе останется только сесть в Рейфилд и укатить. Все просто. Так, хорошо. Так, хорошо. Как ты себе это представляешь? Я влетаю под пузо этому Рейфилду, замыкаю провода и дальше еду, куда хочу? Кирк, у таких машин есть сигналка. Кстати, очень хорошая. Вот этой вот хреновиной открывают двери в сервис-центрах Рейфилда. Она обходит идентификацию личности. То есть это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирк. Ты ведь сам в это не веришь. Волшебники из Кабуки не такую технику продают из-под прилавка. Укрепись в вере, брат. Так что, согласен? Не забудь про наш уговор. Спокойно, Ви. Говорю тебе, ты на этом еще и заработаешь. Это братвой двор, стреляю в упор. Бля, вот это уважуха. Бля, мне уже нравится. Цель активных заданий помечены значком. Так что ты, жирный, сука, не задушил бы тебя, мразь. Этот кого-то лучше в своем везде. Ну тут аглюк. Ладно, выйти, заборо, добрался до Укли. Блядь, а что это я не вижу ни лимонов, ни лаймов, а? Тут они где-то, точно. Как его положить, если по нему хрен попадет? Что там, братухи, разрушаетесь, что-то, да? Набраться доуле пешком. Пусть за. Ты сегодня ветеран? Ты у нас сегодня ветеран? Хе. Ну а что? Военным всегда больше подают. Мм, раз так. Пошел вон туда. Попрошайки встань, работай, иди с пацанами. Божирает своих детей. Вот правильно. Пусть влекни своих людей в санту. Пусть приготовятся. Да, падре. Ну надо же, кого я вижу. Ви, давно не виделись. Не знал, что ты в городе. Ммм. Да. Дом, милый дом. Что надо, падре? Себастьян и Бара? Ничуть не изменился. Никто уже не называет меня по имени. Я и сам его почти забыл. Как дела, падре? Да все так же. В Хейвуде ничего не меняется. Ты лучше о себе расскажи. Я вернулся из Атланты пару недель назад. Вижу, что дома тебя уже встретили. Как там, на востоке? Расскажу как-нибудь. Мне сейчас надо по делам. Давай мы тебя подвезем. Заодно и расскажешь. Маркус, поехали. Маркус, уехали, Маркус. Спасибо. Ребята, пишите свои вообще впечатления киберпанки, если вы играли, смотрели видео о дюхе. Тут немного изменилось за последние два года. Это же Хейвуд. У него корни крепкие. И кровь их питает все та же. Ну, расскажи, как у тебя жизнь? Мелочь всякая то тут, то там. Ничего крупного пока. Так что я справляюсь. Но спасибо, что спросил. Так что? Атлант оказалась не такой, как ты ожидал. У меня особо и не было ожиданий. Я просто надеялся, что там лучше, чем здесь. Не лучше. Может, это все и к лучшему. Прорисовалась машина. Сначала нет, видите, а потом прорисовалась. Останови машину. Что такое? Ничего. Оружие есть? Это наша заправка. Вы что беспределите? Себастьян и Барра. Похоже, мне сегодня повезло. Чего тебе? Разобраться. Ребята страшные. Раз и навсегда. У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Ты уебываешь свисты и ребят своих забираешь с собой. Я отдаю тебе Гленн и мы квиты. Можешь спать спокойно. Видишь, какой я добрый. Ну, папаша, что скажешь? Еще хоть одно слово? А ты не лезь. Я тебя не знаю. Я тебя тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Ну, что-нибудь еще? Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Берегись, падра. В этом городе легко поймать пулю. К тебе это тоже относится. Пошел на них. Арго, трогай. Туда, кстати, прорисовалась машина по красивенькому. Я рад, что ты не забыл свои корни. Держишься молодцом. Вокруг всегда полно таких недоносков. Они крутые, пока ствол не уйдет. Кто это был, папаша? Да неважно. Через неделю его не станет, зато появится другой. Он угрожал тебе оружием. Верно. И он за это заплатит. Думаешь, а я думаю нет? Я думаю, что ты стал старый и немощный и не можешь справиться. Да, спасибо. Дальше сам спущусь. Вот, на прощание. Твой номер? Может пригодиться. Вдруг мы с тобой еще поработаем вместе. Как два года назад. Все, пока-то пошли. Гопадре, мне пора. Ну, с Богом. Да стоп тебя! Что вот, ребята, у вас интересного. А за брату и двор стреляю в упор. Так. Эээ, жарковато нынче, да? Да. Борита. Борита здесь смело. Хех. Взять. Так, не что? Полу. Никола голубая. Так, вызывает эффект, как линия жаржда, который увеличивает запас вновь на 10% и ускоряет восстановление на 50% в секунду. Хорошо, а здесь еще одна Борита. Хорошенька. Ай, бля. Туропционеры должны умереть. Так. Туропционеры должны умереть. Туропционеры должны умереть. Набираем кирку Сойеру. Шалам. Привет. Я на месте. Ищу твоего человека. Рик отличный парень, отвечаю. Доверяю ему как брату. Сейчас мы посмотрим. Да, чем могу служить? Че? Это ты, Рик? Я. Ты от Кирка? Угу. Камера я вырубил. У тебя 20 минут. Понял, принял, выполняю. Кирк. Вижу машину. Твой час важный марш. Действуй. Сейчас протестируем это чудо техники. Маловерный ты человек. Видишь? Мы богаты. Теперь заводи тачку и позвони мне с дороги. Подскажу, куда ехать. Давай-давай. Похоже, проблем быть не должно. Нет, не точно. Но. А ты еще кто? Вылезай, блядь, живо! Тихо-тихо-тихо. Ничего личного. Просто бизнес. Рейфилд мой. Не понял, типа воровские понятия не для тебя? Ты на чужое пришел. Я был первый. Так. Можем решить дело двумя путями. По-хорошему или по-плохому. Оба приведут к одному и тому же. Я заберу тачку. Ты че творишь? Кетчингал. Пацаны, все нормально. Вы арестованы. Никуда не дергаться. Поднять руки так, чтобы я видел. Медленно. Мордой в землю, сука, быстро. Ну че? Модеки Уэллс, мой добрый сосед. Так и не поумнел ни на граммах. Эй, детектив Стинц. Надо же, какая встреча. Инспектор Стинц. Один хрен. Погоди-ка. О тебе я тоже припоминаю. Давай, говори. До чего дошел прогресс? Говорящие псы. А ты вроде уехал в Атланту искать счастье. Похоже, не нашел, да? Я говорил, что у всей Хеймутской перхоти одна судьба. Тут рождаться, тут жить и тут подыхать. Я, как всегда, был прав. Сиро ты обо мне не знаешь. Что, правда, глаза колят? Следи за языком. А то я рассержусь. Да ладно, инспектор. Тебе-то с этого что? Закроешь нас, посидим мы до суда, поплюем в потолок. Отдадут нам максимум пару месяцев. А может, и вообще отпустят. Потому что в тюрьмах только стоячие места остались. Гор, это они. Просто ему иные бродяги? Мы взяли их с поличным, мистер Фуджиоко. Сейчас поедем в участок. Да нахрена это надо? У меня нет времени снимать показания и играть в следствие. Вы предлагаете их отпустить? Я предлагаю сломать им ноги. Надеть наручники и бросить в море, чтобы не всплыть. Все это слышали? Бля... Выберешься вечерочек, по-другому не скажешь. Вечер. Радость. Радость. Чифир. Слодость. Опять нос. Сломали. Опять нужно было выравнивать. Ну хоть не выкинули, не убили. Там такая обстановка была. Я уж решил, что мы живыми не выберемся. Нет, Стинс бы так не поступил. Ты прямо уверен? Конечно. Ну да. Он же сам из Хейвуда. Пиджаков ненавидит так же, как и мы с тобой. Просто делал, что должен был, и все. Бля, брасетов понацеплял, как баба. Брасетов по городу на этой красавице. Нет, это я виноват. Как это ты? Копы же не сами собой нарисовались. Это моя отмычка подняла тревогу. Ну, познакомимся по-человечески. Джеки Уэллс. Здравствуй. Ви. А, погоди. Ты бываешь в койоте. В койоте я и получил заказ на тачку. От Кирка. Ты работаешь с этим обсосом? Пепе торчит ему кучу денег. Вот я за него и вписался. Твой Пепе, конечно, вообще. Прогнуться под такую гниду, как Кирк. Ты же слышал, что говорят? За ним стоят картели. Картели? Нет, нет. Я видел ребят из картелей, и могу тебе гарантировать, ни один из них про Кирка даже не слышал. Этот каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. Я бы чего-нибудь заточил. Vamos. Заточил? Ага. Попробуешь, чили мои мамы. Лучшее в городе. А че, как по мне, это хорошее начало. Начало чего? Нашей дружбы. Мы просто два сапога пара. Ну давай, пошли. Я с утра ничего не ел. Еда, это хорошо. Пошли. Как-то так. Мы не успели гудать машину. Нас обманули, нас побили. Но мы нашли друга. Это, наверное, даже лучше. Привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливает на улице и спрашивает. Закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Вайланд Боа Боа. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей линии люди обычно не задерживаются. Чем быстрее риск твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство регионов Найт-Сити? На кладбище. К счастью, тут все абсолютно насрать. Чего ты начинал и откуда приехал? Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал? Это Найт-Сити, город мечты.